Книга «Открытым оком». Том 1. Вопрос 599. Тема «Деньги». В налоговой инспекции сказали, что никакой альтернативы замене ИНН нет. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Завтра будет по-другому. Это будет признано устаревшим и будут вживлять чипы. И это тоже еще не знак Антихриста. Но при опытах на живых людях нужно уже догадываться, готовы ли мы. Мир подтвердил, что опыт прошел удачно. Пойдут ради чрева и дальше. Выход какой? Если есть вера, возможность, то упереться и испробовать, на что ты годен. Есть же христиане православные в ИПХ, которые давно отказались от паспортов и живут не один десяток лет. Сегодня это тем более возможно. Но пойдем ли мы, тепличные, с московским диванным христианством на эти маленькие неудобства? Познакомимся мы ли с теми, кто уже закален в таких опытах и не пошел на компромисс со совестью? У каждого причина найдется и обоснование этого подличения. Так будет и последний шаг, когда помощи Божьей может уже и не быть. Так как на подходе Бог испытал и отсеял мусор, когда придлежит подвиг, то окажется, что в душе нет ничего. А если только сергиевский компромисс и жижа, и болото в душе. Откровение 2.10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Кавычки закрыты. Наполеон говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Кавычки закрыты. Ответь себе, хочешь ли быть мучеником за благочестие? Так Иоанн Златоуз говорит о поступке Иоанна Крестителя, что его никто не тянул выйти из любимой им пустыни, но пошел и обличил тирана, и получил венец, хотя и знал, что деспот не примет его обличений. Итак, если ты хочешь быть в числе свидетелей Иисусовых, то пойди и обличи правителя. Такие требуются и сегодня. За ИНН и обличи, расскажи. Чурми вы еще не разрушили. Они как трамплин Царствие Небесное. Откровение 2.13 Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Кавычки закрыты. Шапка заявления в налоговую службу города Барнаула. От такого там заявления. По религиозным убеждениям отказываюсь от заполнения заявления физического лица о выдаче свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, которое предусматривает присвоение идентификационного номера налогоплательщика в копках ИНН. Так как в основе системы штрих-кода стоит число 666. Если же этого числа там нет, то все равно не желаю иметь электронный номер в копках ИНН, присвоение которого предусматривается пунктом 5.7 приказа Госналогслужбы Российской Федерации от 27 ноября 1998 года. ГБ-3-12-309 На всю жизнь без изменений Статья 83 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции от 31 июля 1998 года за номером 146-ФЗ, А также под пункты 3.5 и 3.6 приказа Государственной Налоговой Службы Российской Федерации от 27 ноября 1998 года за номером ГБ-12-309 не возлагает на меня, как не занимающегося индивидуальным предпринимательством заполнять и подписывать какие-либо заявления и говорит о том, что постановка на учет налогового органа физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляется на основании информации, представляемой органами, указанными в статье 85 Налогового кодекса Российской Федерации. Пункт 6 данной статьи 83 гласит «Постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и лицам, указанным в пункте 6. Настоящая статья осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на основе информации, представляемой органами, указанными в статье 85 Настоящего кодекса». Кавычки закрыты. Итак, введение ИНН противоречит моим религиозным убеждениям, а сама система ИНН не является необходимой для введения ее для персонификации, учета налоговых сборов. Круглые скобки. «Для этого достаточно паспортных данных, включающих в себя номер паспорта». Кубка закрыта. «Что свидетельствует о том, что ИНН будет взят в качестве основы для печати антихриста». Круглая скобка. «Откровение 3.16.18». Кубка закрыта. «Поэтому прошу вас не присваивать мне ИНН, поскольку его обязательное введение также противоречит статье 2 и статье 3 Федерального закона о свободе, совести и религиозных объединениях». Кавычки закрыты. «Являясь законопослушным гражданином России, прошу вас, как и прежде, взыскивать с меня подоходный налог и иные виды налогов и платежей через бухгалтерию предприятия, такую-то в обычном порядке, без написания заявлений на получение ИНН, либо готов самостоятельно отчислять подоходный налог заработной платы и другие обязательные платежи в доход государства, налоговую инспекцию по месту жительства». Дата. Подпись. Далее перед вами текст другого заявления, разработанного православными юристами для тех, кому уже присвоили ИНН, и кто хотел бы все-таки от него отказаться. Публикуя это заявление, редакция не пытается повлиять на выбор наших читателей. Текст его интересен ссылками на закон, который отнюдь не заставляет людей принимать номера. Государственную налоговую инспекцию такого-то района, города, области, субъекта от ФИО, проживающего по адресу. Заявление. По религиозным убеждениям считаю для себя неприемлемым и оскорбительным использование идентификационного номера налогоплательщика. В круглых копках ИНН. Как гражданин Российской Федерации утверждаю и настаиваю, что введение ИНН нарушает мои личные права и ограничивает свободы, гарантированные мне статьями 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 55, 56. Конституции Российской Федерации. А также под пунктом 2.3 ст. 2 и под пунктом 3.6 ст. 3 Федерального закона 26 сентября 1997 года за номером 125-ФЗ о свободе совести и религиозных объединениях граждан. Данные выводы сделаны мною свободно и самостоятельно и не зависят от мнений и высказываний религиозных и общественных деятелей и иных лиц, а также от различных точек зрения по данному вопросу, излагаемых средствами массовой информации. Обращаю внимание, что ст. 83 Налогового кодекса РФ предусматривает, что постановка на налоговый учет физлиц, не являющихся предпринимателями, осуществляется самим налоговым органом, независимо от каких-либо заявлений об ИНН со стороны гражданина. Закон не устанавливает санкции или дискриминации за отказ от ИНН. Под законный акт, регулирующий порядок присвоения и применения ИНН-приказ МНС Министерства налоговой службы РФ 24 декабря 1999 года за номером АП-3-12-412 Круглые скобки. Российская газета от 5 апреля 2000 года. Круглые скобки закрыты. Закон не устанавливает санкции. Закон не устанавливает санкции. Входящий номер 1392-р маленькая от 17 апреля 2000 года. Р.М. Досмухамедовым. На основании изложенного заявляю. По религиозным убеждениям прошу считать недействительным ранее поданное заявление о получении ИНН как подписанное мною по незнанию. А также прошу аннулировать присвоенный мне ИНН, принять обратное уведомление и свидетельство о постановке на налоговый учет. Содержащие ИНН предлагаются и отказываясь от использования ИНН в моих налоговых и иных документах. Прошу впредь производить все необходимые удержания в круглых скобках подоходы, налог и другие обязательные платежи. А также оформлять соответствующие документы по ранее установленным формам без использования ИНН. В соответствии с предусмотренным законодательством порядком рассмотрения обращений граждан, прошу дать мне конкретный ответ по существу настоящего заявления, дата и личная подпись. И еще заявление. Шапка. Руководитель налоговой инспекции района от фамилии, имя, отчество, проживающего по адресу такому-то заявлением. Свои обязанности по уплате налогов я, ФИО, передал, дата, в момент заключения трудового договора, название предприятия, иных доходов я не получаю, недвижимого имущества и транспортных средств не имею. По заявлению министра Российской Федерации по налогам и сборам Г.И. Букаева, сделанному 31 января 2001 года, никто не имеет права заставить человека принять ИНН, поэтому прошу ИНН мне не присваивать. Прошу впредь производить все необходимые удержания, подоходы налога и другие обязательные платежи, а также оформлять соответствующие документы по ранее установленным нормам, без использования ИНН. Прошу также выдать мне извещение о постановке на налоговый учет в соответствии с предусмотренным законодательством порядка. Прошу дать мне конкретный ответ по существу данного заявления, дата и личная подпись. Так, сноска на звездочку по заявлению присваивать. Если ИНН был ранее присвоен, по заявлению вместо этой фразы написать на основании изложенного прошу считать недействительным ранее поданное заявление о получении ИНН, как подписанное мною по незнанию, а также прошу аннулировать присвоенный мне ИНН, принять обратное уведомление, свидетельство о постановке на налоговый учет, содержащий ИНН прилагаются, и отказываясь от использования ИНН в моих налоговых и иных документах. Вопросы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok